Здравствуйте! Здравствуйте! Это проект телеканала ОТС Культурный Максимум. Я Алексей Кудинов. Мы вместе с оператором Александром Ведерниковым в Москве у концертного зала «Зарядье». Здесь решается судьба главных театральных премий страны. На «Золотой маске» наш регион представляет два театра – музыкальный и Старый дом. Вы наверняка знаете результаты, но сейчас мы вам покажем эксклюзивные кадры и расскажем, как наши новосибирские номинанты себя чувствуют вот здесь, в центре театральной жизни страны. Немного о самой «Золотой маске». Она родилась в первой половине 90-х и сначала была просто профессиональной премией Союза театральных деятелей. Но уже через несколько лет в Москве начал проходить ежегодный фестиваль, на который сегодня съезжаются театры со всей страны. Кто-то показывает свои спектакли во внеконкурсной программе, кто-то спорит за награды. Задача выбрать самые достойные российские спектакли сезона лежит на плечах экспертных советов, в которые входят специалисты по драматическому и музыкальному театру. Эксперты несколько месяцев ездят по стране и смотрят спектакли. Принцип работы экспертного совета «Золотая маска» – «Все, что происходит в Москве и Санкт-Петербурге, мы смотрим по молчанию. Это обязательно. Ну, в моем случае, в музыкальном театре. А далее уже в региональные театры присылают заявки, и мы смотрим их на видео, а потом уже принимаем решение, хотим ли мы посмотреть это живьем или не хотим мы это посмотреть живьем. То есть, получается, на общей сложности это было 5-6 месяцев, наверное, активной работы. А спектакли сколько? Спектакли, ну, все по-разному. Понятно, что коллеги, например, которые мои по экспертному совету живут и работают в Москве и Санкт-Петербурге, у них было больше возможностей, это естественно. Но вот лично я посмотрела около 90 наименований живьем, но сюда же включены и онлайн-показы спектаклей, которые требуют непосредственного участия. И, по-моему, около 140 или 150, врать не буду точно, сейчас я посмотрела на видеозаписях. Какие-то, естественно, пришлось посмотреть не один раз. Номинантов прошлого сезона объявили в конце 2020-го. На этом работа экспертного совета завершилась. Кому давать маски, решают уже члены жюри, после того, как спектакли покажут в Москве. В этом году в конкурсную программу попали 56 постановок самых разных жанров. В одной весовой категории предстояло бороться театрам из Шарыпова и Москвы, Санкт-Петербурга и Альметьевска. У Новосибирска два десятка номинаций. Один из фаворитов среди оперет и мюзиклов – Фома музыкального театра. «Идиот старого дома» претендует на звание лучшего драматического спектакля малой формы. У меня это первый раз, когда помимо Штавусти театра, театр номинирован на такое большое количество номинаций. Когда у меня персональная номинация, это впервые в моей практике, в моей работе актером. Но это только шаг. Как будто я обрадовался, ты понял, что проделанная работа привела к результату, и нужно еще больше работать, чтобы эту золотую маску, возможно, получить. Эти слова Тимофей Мамлин, исполнитель роли Ипполита Терентьева в спектакле «Идиот» произнес в ноябре прошлого года. Впереди и у него, и у других номинантов подготовка к поездке в Москву. Месяцы переживаний, попыток отогнать от себя мысли о возможности получения главной театральной премии. «Старый дом» показывал свой спектакль в марте в Электротеатре Станиславский. Среди претенденток на маску только что принятые в труппу актрисы. Но как тут справиться с эмоциями? Я сейчас только в конце на поклоне осознала, что, типа, мне 21 год, что я два года работаю в театре, что это первая гастроли, и они на золотую маску. И я, типа, номинирована. Я такая думаю, что, господи, это такие вещи, которые не осознаются в раз. Новосибирский музыкальный театр играл рок-мюзикл «Фома» в начале апреля. Спектакль, основанный на биографии и творчестве Юрия Шевчука, вызвал немалый ажиотаж. Попасть в большой зал российского академического молодежного театра было почти невозможно. А вот что творилось в финале Фомы. А ведь в зале не своя, хорошо знакомая новосибирская публика. Это столичный зритель, который многое видал на своем веку. То, что Фома с периферии может на что-то надеяться, становится ясно за несколько часов до объявления победителей золотой маски. Когда руководитель фестиваля во время брифинга узнает нашу съемочную группу и хвалит новосибирский мюзикл на всю страну. Очень хорошо, например, вот сейчас увидела сразу новосибирский спектакль «Фома». Он, собственно, посвящен был биографии Юрия Шевчука. И весь этот мюзикл основан на музыке Шевчука. И я такого не видела. Я в Москве не видела никогда таких мюзиклов. Там весь зал стоял, он бессировал. Зрители не могли прорваться с улицы, потому что мы не могли позволить стопроцентный зал. Вот это прямо открытие для нас. Самого Шевчука на показ спектакля в Москве звали. Но рок-музыкант занят работой над новым альбомом. Да и слишком много своего личного Юрий Юлианович разрешил включить сюжет «Фомы». Например, историю раннего ухода из жизни супруги Эльмиры. К решению Шевчука не приходить на спектакль в Новосибирском театре отнеслись с пониманием. За что были вознаграждены вот этим видеоприветом, который Юрий Юлианович прислал также перед церемонией. Хочу пожелать Новосибирскому музыкальному театру и всей труппе спектакля «Фома» победы во всех номинациях, чтобы вы собрали все маски. По-моему, у вас получилось. Спасибо вам за энергию, харизму, талант и мужество в поисках смыслов. Всего хорошего, добра и удачи. Надеюсь, увидимся. Группа ДДТ Юрий Шевчук. Церемония вручения премии «Золотая маска» 22 апреля вечером. Номинанты прилетели в столицу заранее. Мы встречаемся с ними в гостинице. Еще ничего неизвестно. Премии распределит жюри. Его вердикт может не совпадать с мнениями экспертных советов, руководителей фестивалей и даже публики. На два новосибирских театра два десятка номинаций, но нет никакой гарантии, что хоть одну маску дадут. Каждый из нас подготовил эту победную речь, потому что каждый достоин, каждый все понимает, что это может с ним случиться. И сейчас, правда, от нас ничего не зависит. Мы просто ждем, наслаждаемся и верим в наши победы. Самое главное – это не победа, а участие. И что театр мы показали в Новосибирске, в Москве. Спортивный принцип. Не победа, а участие. Участие. Ну, потому что участие – это как бы не… То есть победа – это не самое важное. Сегодня дадут, завтра не дадут. Кому-то так это непредсказуемая вещь. Мне кажется, ну, все мы живые люди, естественно, все мы желаем это получить, добиться, сделать. Конечно, все что-то кто-то просчитывает, кто-то думает, фантазирует, представляет. Ну, это невозможно, как минимум, перед сном это не делать. Но, блин, например, лично я за себя скажу, опять же, да. Мне 27 лет. Одно то, что я номинирован, я здесь, сейчас, среди таких людей, среди такой, как вы сказали, конкуренции. Это уже как бы моя такая победа, и не только моя, а наша победа, нашей всей команды. Слова о том, что попадание в число номинантов уже успех – это не попытка подстелить соломку на случай неудачи. Новосибирск считает себя одной из театральных столиц России. И эти амбиции нужно постоянно подкреплять присутствием в конкурсной программе «Золотой маски», что и происходит. В этом году примерно 10% номинаций – наши. Ведь Новосибирск не просто так откуда-то эти 20 номинаций получил. Давайте вот серьезно говорить. Если бы не было новосибирского транзита, на котором мы фактически от Урала до Камчатки отсматриваем все театры, мы ведь выполняем большую миссию, развивая театр в Сибири. И вы понимаете, изюминки каждого театра, отсматривая раз в два года, впитывая, мы ведь тоже растем. И фестиваль «Хаус», и дисциплина, само по себе действие вот это, оно выращивает какие-то очень серьезные вещи. От восприятия сегодня текста до нового в игре актеров, в постановках. Мне кажется, что, понимаете, вот это не просто откуда-то свалилось вот эти 20 номинаций. Мне кажется, это очень заслуженно в течение последних лет, кропотливая работа наших театров. Только гостей мне как-то совестно. Сама церемония – это трехчасовое действие. Оглашение победителей разбавлено юмористическими вариациями на чеховские темы. Играет оркестр, звучат серьезные и не очень речи, а вот что в душе у номинантов, словами не передать. Никита Воробьев! Фома Новосибирского музыкального театра стал лучшим спектаклем в категории «Оперето мюзикл». Кроме того, индивидуальные маски достались Александру Крюкову и Никите Воробьеву. Три маски – это триумф, на который, конечно, втайне надеялись. Ты как серебряников получал, маски. Спасибо, я надеюсь, вам спектакль действительно понравился, а не просто так. Ну, да черт тебя знает, вот это такое дело. На самом деле, сейчас бы акклимация. Волнение большое, радость непередаваемая. И, конечно, больше радость за коллег была. Когда назвали Сашу, я очень обрадовался тоже. И потом, ну, невероятно, конечно. Вообще, все пролетело просто вот так вот. Что теперь? Теперь? Как с этим жить? Как с этим жить? Я надеюсь, дальше только интереснее еще проекты будут. Эта постановка, конечно, по-своему уникальна. И я, конечно, очень благодарен и композитору Юрию Шевчуку. Уже говорили сегодня ему слава и благодарность. И лучший исполнитель мужской роли признавался ему в любви. И я еще раз хочу сказать, что у него, конечно, замечательная музыка. Замечательная в том, что она искренне и в жизни, и в творчестве. Вслед за музыкальными спектаклями награждали кукольные, экспериментальные работы отдельно театральных художников. Участникам драматической конкурсной программы «Ждать объявления лауреатов по традиции выпадает дольше всех». Плюс огромная конкуренция. Вот в какой компании был режиссер «Идиота» Андрей Прикотенко. Ян Фабор, Дмитрий Крымов, Дмитрий Егоров, Петр Шерешевский, Андрей Могучий. Это меньше половины списка номинатов. А победил Юрий Бутусов, поставивший в театре Вахтангова спектакль «Пергюнд». Лучшим драматическим спектаклем «Малой формы» стал «Пиноккио-театр» Бориса Юхананова. Но и у старого дома теперь есть маска. Тимофей Главлин! Идем, ставим в театре Вахтангова! Поцелуй Елизаветы Боярской и золотая маска в придачу. Это и личная награда Тимофея и заслуга всего старого дома. Это, кстати, подчеркивают все лауреаты маски. Без коллектива, без своего театра ничего бы не было. Искренне люблю этого человека. Поздравляю. Лучший от души. На самом деле, тоже очень достойный парень. Красавчик от души. Вообще, каждый коллега, партнер по сцене – это их награда. Это не мое, это наше общее. Я ехал без ожиданий, естественно. То есть, это не история хорошо-плохо. Это история хорошо и еще лучше. Но ехал без ожиданий, потому что, ну, на всякий случай. И до последнего, ну, не знал, что будет, ни к чему не готовился. И когда объявили, ну, вот, до момента, от момента объявления, до момента, когда я ушел за пулисой, все как в тумане. Я особо ничего даже не помню, что я говорил. Это прямо, это серьезно. Руки до сих пор немножко дрожат. Четыре маски на двоих. Улов новосибирских театров на фестивале получился достойным. Конечно, хотелось большего. Но ведь не только нам, но и другим коллегам-соперникам. Один из итогов фестиваля – Фома и идиот на расхвату театральных продюсеров со всего света. Есть уже приглашение за границу, потому что мы попали в «Рашен Кейс». Там нас увидели уже интенданты заграничных, очень хороших и значимых фестивалей. И уже есть приглашение. До этого тоже были приглашения, но в связи с пандемией мы не смогли попасть на гастроли во Францию. Но я думаю, сейчас, когда все откроются наконец-то границы, то, конечно же, мы будем осуществлять эти туры. Есть предложение и у Фомы. И другое дело, что не всякая сцена может принять этот масштабный мюзикл. Сейчас номинанты фестиваля и обладатель заветных наград уже дома. Приходят в себя, купаются в лучах внимания прессы, получают подарки от театральных фанатов. Скоро станет известно, кто будет претендовать на награды следующего года. А закончить хочется фрагментом речи Тимофея Маблина, чтобы вспомнил, что говорил. В общем, я когда школу заканчивал, мне мама говорила, ну когда я выбрал куда поступать, говорится, но куда угодно, только не в театральный. Мама, нормальное направление выбрал. Привет тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Тем временем в Новосибирске завершился другой фестиваль, Транссибирский, крупнейший музыкальный форум нашего региона. В прошлом году, если помните, если следили, этот фестиваль прошел с большими проблемами из-за пандемии. Пришлось отменять концерты, переносить их с весны на осень, менять состав исполнителей. А в этот раз, по словам Вадима Репина, скрипача и главного вдохновительного фестиваля, все прошло как по маслу. Концерт-закрытие стал отражением всей программы Транссибирского арт-фестиваля. В афише базовый коллектив и главный солист, Новосибирский академический симфонический оркестр и скрипач Вадим Репин, а также приглашенные звезды топ-уровня, симфонический оркестр Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев, который с Репиным знаком очень давно и давно же хотел приехать к Вадиму на фестиваль. С Вадимом мы с ним давно-давно дружим и он был еще буквально мальчишкой сибирским, когда уже начинал со мной играть. Было ему может быть 13 лет, не больше, 14, уж точно не больше. И я, как его старший коллега и друг, и тогда еще посоветовал ему не только не порывать с нашей страной, с его, с моей страной, но и наоборот делать акцент на деятельности здесь, особенно в Новосибирске. Это было замечательно тоже для оркестра, для нашего поработать с Валерием, потому что вот какие-то чудесные моменты были, когда просто вот результат слышишь молниеносно, а для Гергиева оркестр, который постоянно не балует красками, то у него, в общем-то, проходит интерес, поэтому, когда во время репетиции происходили такие метаморфозы во многом, это было замечательно для всех и для меня, как для солиста. Оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева исполнил пятую симфонию Майлера, а наш симфонический первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича. Когда о фестивале напишут книгу, этому произведению посвятят отдельную главу. Первый скрипичный концерт Шостаковича был в программе самого первого транссибирского. Тогда его должны были также исполнять новосибирский симфонический и Вадим Репин. Дирижировать был приглашен Гергиев. Для тогда молодого фестиваля такое имя в афише было чудом, но прилететь в Новосибирск маэстро не смог. Я не смог приехать сюда, потому что заболел Лорин Мазель и, к сожалению, очень скоро ушел из жизни. А он возглавлял до меня Мюнхенский оркестр. Я уже был провозглашен его наследниками, так можно сказать, последователем. И мне пришлось заменить его в концертах в Карнеги-холл. Я что-то отменил в Лондоне, но, к сожалению, пришлось отменить и концерт здесь тогда. Заменить Гергиева, конечно, невозможно. Но Вадим Репин и наш симфонический оркестр смогли спасти концерт и выступили без дирижера. В мире музыки такое, конечно, случалось не раз, но обычно это хорошо подготовленные и много раз отрепетированные концерты, а не экспромт. Так что в этот раз, как уже пошутили в СМИ, на Транссибирском арт-фестивале закрыли гештальт. Вы связали, я еще не успел, кто-то связал, каждый по-разному. Мне кажется, что вот эта идея была одной из моих самых первых, поскольку Валерий Гергиев к этому фестивалю имеет непосредственное решение. Одним из, можно сказать, что называется, одной из главных реплик в пользу фестиваля была сказана им. И этот концерт, вот 8 лет я мечтал, можно сказать, ждал, чтобы этот концерт состоялся. В первый раз не получилось, но ничего страшного. Получилось же, вот это главное. Транссибирский арт-фестиваль за годы существования вырос в глобальную историю. Его концерты проходят в разных частях света, но в этом году из-за пандемии организаторы даже не планировали зарубежную часть программы. После финального аккорда в Новосибирске в рамках фестиваля состоятся еще два концерта в Самаре и в Москве. Но в целом, по оценке Вадима Репина, в этом году все получилось. В этом году все по маслу. Очень мало замен было, хотя не без, конечно. Но мне кажется, что в сравнении с прошлым годом, конечно, невозможно сравнивать. И тут уже много отработанных схем и с передвижениями, с визами. И, конечно, перелеты – это всегда очень большой риск, потому что рейсы то отменяются, то цены разлетают до каких-то космических масштабов, то пересадку нельзя сделать. В общем, логистические проблемы не присутствуют, конечно, без них никуда. Но у меня такое состояние и впечатление через месяц, что действительно все было просто как по маслу. И это все на сегодня. В следующей программе побываем на киносъемочной площадке, которую организовал в Новосибирске чемпион мира Европы и России по ушу Сергей Суховей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова